Вот свежее то, что показывают. Я сейчас сделала видео по поводу того, что происходит у нас. Это второй день. Вот показывают Филадельфию, показывают, где-то еще Бостон показывали, показывают Лос-Анджелес. Сегодня это второй день. Вот такой протест, такие толпы людей. Филадельфия, тут идет две толпы, одна толпа вот такая она мирная. Потом они куда-то двигаются, непонятно. Вчера двигались, двигались и побежали, и потом грабили магазины. Здесь, я так думаю, две группировки. Вот спокойно совершенно люди протестуют против убийства. И я думаю, вторая группировка, которая просто-напросто... Или мародеры, и плюс к тем, что играют в политику. Просто-напросто. Это мое личное мнение, но это все охватило всю Америку, и это совершенно неспокойно и совершенно неприятно на фоне этой эпидемии, этой вирусной эпидемии, этого карантина. И плюс к тому, и так экономика была вся очень плохая, если не сказать хуже. И плюс это все добавило, это просто ускорило. И вот теперь плюс то, что эти полицейские, они просто, как знаете, подошли к... Поднесли огонь к бочке с порохом. Порохом, бензином со всех сторон. Вот и все. Ничего, это просто должно было что-то такое случиться, по всей видимости, чтобы подстегнуть вот эту вспышку гнева, ненависти. Вот вам, пожалуйста, богатая страна. Нет, есть богатые люди. Нет, безусловно. Но посмотрите, сколько бедных людей. Они просто-напросто бегут и хватают все, что видят дешевое, понимаете, дорогое. Все, что угодно. Подойдет. А никто же не меряет ни по размерам, ни... Если обувь хватают. Показывали ювелирный магазин. Там, конечно, и мерить не надо было. Они просто вынесли коробку. И вот человек 10 над этой коробкой склонились и хватали это золото. Лица они не прикрывали совершенно. Ни маски не одеты. Тем более сейчас еще и очень удобно, что можно маски носить. Кто-то носит маски, кто-то не скрывается. Потому что такое количество людей происходит, конечно... И вот полицейские... Они не с народом. Никогда не были с народом. Сколько я их вызывала, как на помощь, мне ни разу не приходили. Мне нужна была их помощь. Когда они... Когда здесь меня снимали, когда здесь шумели, когда такой скрежет стоял. Мне нужно. Они нужны. Я их очень ждала. И они просто игнорировали даже вызовы. Когда вот так вот ехали на мотоцикле, сзади меня пристраивались и следили, а как же я еду? С какой скорость? Ну вот маска ходят, есть, конечно, люди. Но это все просто бунт сейчас. Вот вы говорите, Америка мечтает. Обычная страна, где надо много работать. Много. Да. Это страна просто капитализма. Многие годы, которые ведет к феодализму. Вот, но здесь никогда люди не имели бесплатной медицины. Здесь не имели люди бесплатного образования. Здесь люди никогда не могли себе позволить санаторий на 24 дня. Понимаете? Но кто делает выбор в пользу этой страны, ищет свои плюсы тоже здесь. Понимаете? Но здесь надо много работать. И все, что работаешь, надо отдавать. Если ты не в состоянии купить квартиру, ты отдашь все. Если ты купишь жилье свое, что-то останется. И ты потом продашь это жилье, и на старости можешь как-то перебивать концы с концами, допустим, перебиваться. Да? Вот. А так это страна, в которой надо пахать. И есть у нас блогеры, которые очень такие прям негативные по поводу этой страны, и здесь живут. Я прямо вижу лица, такой пьяный врач, но, наверное, не мешало бы лица такие полностью ненавистью. У них такое впечатление. Еще много блогеров, таких, которые водители грузовиков. Вот они едут, себя накручивают, накручивают, накручивают. Они ни новостей толком не видят. Они не видят, что происходит в жизни. И они вообще, как те же бомжи. Я делала видео, и мне просто не получилось. Гугл не пропустил, сколько раз я пыталась. Вот чем отличаются дальнобойщики здесь от бомжей, которые здесь таких же, вот такие же вот длинные машины, только они короче, вот у бомжей. Этим работать надо, дальнобойщикам. А бомжам, ну вот они тоже работают. Много из них работают. И вот эти люди, которые без жилья, вот которые живут вот так на улицах или в палатках, или вот таких вот в машинах, вот бывшие машины, или даже машины на колесах, только короткие. Такие же, как дальнобойщики, только они короткие. Вот они где-то, они же тоже где-то и работают. У них есть рядом, стоят иногда легковые машины. Вот они и садятся на легковую машину. Им надо меньше работать, чем этим дальнобойщикам. и не все время драйвать и думать, что они смогут разбиться где-то и в аварию попасть. Вот. Или вообще они живут на пособия какие-то и государство их тоже поддерживает. Ну и вот эти дальнобойщики, смотрю, все становятся блогерами или уже есть блогеры. И у них лица прямо с ненавистью. У них все здесь ненависть. Я тогда не понимаю столько ненависти, сколько я вижу. Что же они делают здесь в Америке? Я же тоже живу в Америке. И я не понимаю, у них какая-то странная информация идет. И совершенно эта информация неправдоподобная. И я не понимаю, как это так можно. И там уже, наверное, звездные болезни. Просто-напросто. Мне даже смешно. И я делала вот эти вот палаточки, вот эти вот машинки, которые стоят на колесах, такие старенькие. Но чем дальнобойщики эти машины отличаются? Те живут для себя, а эти пашут на папу Карла, на кого-то и недовольны. Так уезжайте. Я не понимаю и не понимаю людей. А есть другая группа, которая рассказывает о том, что нужно ехать сюда и только сюда, и рвать эти... Не просто деньги, а золотые монеты на деревьях. Не просто доллары. А золотые монеты, все, решены все проблемы. Это страна, которой надо работать, много работать. Конечно, раньше был поток пенсионеров, допустим, которые в те еще далекие, ну, 20 лет назад приезжали. Скорее всего, сейчас нет таких эмиграций. И вот они приезжали, садились на шею государства. А они живут прекрасно, они живут припеваючи. Если вам скажут сказки, что они живут плохо, можете не верить в это. Они живут в таких хороших домах. Дома обычно не такие благоустроенные, хорошие. Вот, многоэтажные. У нас некоторые здесь есть такие поселения прямо возле океана. Там хорошие... Все туда становятся в очередь, пытаются туда попасть. Там очередь. Там многоэтажки. Боже мой, они целятся. Боже, какие... Что же происходит? И вот это... На этих многоэтажках они имеют одну или две комнаты в зависимости. Раньше им давали, даже если врач приписывал, каждому по комнате и общая комната, гостиная. И они получают пособие. Они получают в основном или с доплатой такие квартиры, или вообще полностью, бесплатно, в зависимости, на какой программе они были. Плюс они получают ни разу в жизни вот эту знакомую, которую я знала. 50 лет они приехали с хвостиком. Так сказать, убежище непонятно от кого. Никто их никогда не преследовал. И вот они получили убежище, и они больше ни дня в своей жизни не работали. Они сразу пошли на пособие. Они меняли квартиры, они искали районы, все им там нравилось, там не нравилось. И вот они получали еще какие-то пособия, бесплатная медицина. И они умудрялись ездить отдыхать, откладывать денежки. Они друг другу делали, значит, стали делать подарки на эти отложения, какие-то золотые вещи, украшения друг другу в 50 лет, потому что у них жизнь удалась. Они стали ездить в Европу. Они даже своим подружкам по 50 долларов там в месяц посылали. Так что жизнь удалась. Кто сказал, что им плохо? И всякие программы такие вот на таких вэлферах, на таких вот софши-секьюрити предусматривали разные дешевые поездки, путешествия. Они путешествовали. Путешествовали себе там Лас-Вегас или какие-то озера, или однодневные путешествия, или двухдневные путешествия. Конечно, там оплачивала что-то и боже мой, что происходит. И какие-то вот такие, как казино, если они ехали в сторону Лас-Вегаса, оплачивали часть, чтобы там денежки у них оставляли. Ну, в общем, сам факт того, что я не понимаю информацию, где рассказывают, что все так плохо. Нет, надо работать. Везде надо работать. И если так люди ненавидят эту страну, что они здесь делают? Вот наклёпы делать просто. Я уже вижу то, что я кого-то когда-то поддерживала. Я сейчас просто даже не хочу включать, не хочу. Я вижу лицо полное злобы, и я прохожу мимо. Столько насилия, сколько сейчас в жизни, я не хочу видеть больше насилия. Вот такие лица, которые мне будут рассказывать какие-то анекдоты. Один, подпрыгивающие анекдоты, что все хорошо, едьте, только платите денежки за какие-то услуги. А другой с ненавистью, потому что все так плохо, а сам здесь сидит и просто-напросто хает все. Такие две крайности. Ну, понятно, эти люди только зарабатывают деньги. И только за счет того, чтобы их смотрели, я не понимаю, это что же, наверное, когда-то аукнется, откликнется, наклёпы все эти. И все это неправда. Где-то же все это фиксируется. И свобода слова она не безгранична. Вот я рассказывала о цензуре. Вот. Что происходит у нас. Второй день грабежи. И пока грабят магазины, пока интерес был в таких промышленных магазинах, по разным по разным городам, по разным штатам. Ну, штук 20 городов охвачено. Причем, Лос-Анджелес был вчера, и Лос-Анджелес продолжает. Сегодня вряд ли людей что-то остановит. Наверное, тот, кто еще не обогатился, хочет обогатиться. Или это политические игры, что настроить против действующей власти. Но это все личное мое мнение, конечно. Как для меня, мне такое впечатление, что здесь два типа протеста. один протест против произвола полицейского. И люди устали от таких вот наглых морд, которые вот видела я, которые ко мне тоже приезжали. Вот, такие наглые, не помощь оказывать, а вроде бы, как меня осуждать за что-то. И плюс те, кто подстраивается в это время под таких вот обиженных и грабят магазины, и плюс показать, что власть не в состоянии навести порядок нормальный в стране, и такое происходит. И я вам скажу так честно, как обыватель, вот как просто человек. вчера, когда я первый раз увидела вот такое все, что происходит, первым делом мне внутри мысли какая мелькнула, что надо бы запастись продуктами. Вот. Я проходила это все, вы помните, я вам когда-то рассказывала, что вот в Аргентине, когда я жила, точно так же почему-то все идет, история идет по кругу. Я уже думала, что здесь, в Америке, уже все будет спокойно, уже там хоть остаток в жизни как-то. Но вот я когда была в Аргентине, в Аргентине, в Аргентине люди выходили на улицу с протестами, и уже вот вот я Продолжение следует...